Здравствуйте! Тема нашей сегодняшней беседы – травля, или, как ее принято называть в последнее время, буллинг. Наша беседа будет состоять из трех частей. В первой части, сейчас, мы будем разговаривать о том, как к данной проблеме относится экспертное сообщество, как к ней относятся педагоги-учителя, а также взрослые, посторонние взрослые, в основном это, конечно же, родители, которых так или иначе коснулась эта беда. Во второй части, мы поговорим о причинах, по которым проблема травли достигла воистину всероссийского размаха и масштаба, а также о том, как она качественно изменилась с советского времени, какие новые проблемы и вызовы в связи с этим вошли в жизнь наших школьников. А кроме того, попробуем дать прогноз на будущее. А в третьей части, я дам конкретные советы о том, что нужно делать, если ваш ребенок попал в эту беду. В беду, потому что ужас травли способен поглотить все. Он способен заслонить с собой любой всяческий вкус к жизни у ребенка. По идее, жизнь бы эта должна цвести и пахнуть, но она вянет. И советы мои не будут похожи на ту пургу, которую сейчас массово стали гнать на просторах интернета, видно, почувствовав актуальность темы и стараясь заработать очки славы. Мне слава не нужна, я сижу вот в этой тряпке и не собираюсь показывать вам своего лица. Мои советы не будут похожи на то, что они говорят, по многим причинам. Ну, например, потому что я за своими плечами имею 8 ужасных школьных лет, в течение которых мою личность корежила и ломала, а человеческое достоинство унижала судьба. Мои советы не будут похожи на то, что они говорят, потому что я сам самостоятельно выпал из той ситуации, подмечая малейшие детали, малейшие нюансы для того, чтобы записать их на подкорку и никогда больше не вернуться в ту ситуацию. Мои советы не будут похожи на их советы, потому что, выбравшись из той ямы, я стал человеком, к которому прислушиваются все без исключения. Я устроился на работу и работаю уже много лет в московских и российских школах. И если назвать мою работу по сути, то будет это звучать как кризисный воспитатель, который в том числе решает и проблемы, связанные с травлей. А начнем мы с экспертов. Вот, пожалуйста, обратите внимание. НКУ Журавлик специально вместе с фондом Галчона год тому назад получили президентский грант. Дельных мыслей у них немного, и обычно они общеизвестны. Дельных рекомендаций нет вообще, по крайней мере мне на память ничего такого не приходит. Зато они обильно льют воду на мельницу родительских переживаний и тревог за своих детей, за своего ребенка. И, как правило, все их речи обильно смазаны дремучей антисоветчиной. К чему бы это? Нам необходимо повысить квалификацию учителей, потому что их просто многих не учили работать с группой. Они не понимают, что такое групповая динамика. И вполне искренне даже не предполагают, не всегда понимают, что вот этой своей фразой они, возможно, начинают травлю прочную негативную коммуникацию. Потому что они привыкли так разговаривать, это наше такое еще советское наследие, я бы сказала. Они очень эмоциональны, и надо отдать им должное. Убедительно порой говорят о каких-то вещах, которые не относятся к конкретной беде конкретного человека вообще никак. Я однажды включила случайно первые каналы, там было некое ток-шоу, некого господина, который рассказывал, что он собирается всех превратить в ядерный пепел. У меня кот из комнаты выскочил. Не надо думать, что это не влияет. И складывается такое впечатление, что все эти эксперты больше интересуются политикой, а никак не детьми, не детскими проблемами, которые нужны им только для того, чтобы выгрести бабки из наших карманов. Ну вы же понимаете, что во всех этих фондах деньги появляются из наших с вами карманов. И это в лучшем случае, потому что в худшем случае, в плюс к этому, они еще занимаются сознательным вредительством в сфере образования. Россия предпримет все меры, чтобы избежать боестолкновения с украинскими кораблями, заявили в Совете Федерации. Первый зампред комитета по международным делам Владимир Джабаров сказал, что это банальная провокация. Он также сказал, что боестолкновение, очевидно, закончилось бы крахом для ВМС Украины. Слава Джабарова приводит агентство РИА Новости. Ну давайте, наконец, перейдем к тому, о чем они говорят. Может быть, они что-то серьезное говорят, например, по поводу того, как выходить из сложившейся ситуации. Понятно, что мы имеем дело с порочным кругом. Как его разрывать? Где? Где самое слабое звено? Откуда можно начать, на ваш взгляд? Ну вот, я сторонник того, что любое дело нужно начинать с просвещения и с того, чтобы давать участникам школьного образовательного процесса какие-то дополнительные инструменты. Улыбка, Ольга, симпатичная. Да и вообще рыжая она, девчонка. Мне нравятся рыжие девчонки, симпатичные. Ну не знаю, на вкус мой. А что с травлей? Ну а что с травлей? Просвещение и инструменты. Чтобы минимизировать травлю в школе, в школе должен быть ответственный взрослый. И ответственный взрослый. А вообще, вы заметили, ведущий себя очень нетактично ведет, некрасиво. За всю передачу, где-то минут за сорок, он задал аж три, по-моему, вопроса по сути, на которые каким-то образом надо было отвечать. А как защищать своего ребенка? Это очень хороший вопрос. И ответ на него мы, ну, в общем, наверное, совместно должны искать. Так давайте искать. Мы все само внимание. Мы с низкого старта. Все вместе с вами, Ольга, готовы начать искать. Ищем. Травли не любят гласности. И, собственно, вот это ровно то, что родитель должен сделать. Вот так вот. Не любит гласности. Почему нельзя было сказать это по-простому? Да потому что простая фраза, ну, например, пиши во все инстанции или звони во все колокола, поведет за собой простой вопрос. Мол, я сам бы не додумался, наверное, до этого без твоего авторитетного экспертного мнения. Да это первая мысль, которая приходит в голову любому родителю, когда его ребенок попадает в подобную беду. Им плевать, что у каждой проблемы есть решение, простое, лежащее на поверхности и ошибочное. И я уверяю, что в ситуации, когда ребенка травят, в большинстве случаев это ошибочное решение. И я докажу эту позицию свою в третьей части. Но сейчас возвращаемся к экспертам. И я повторяю, что им абсолютно на все на это плевать. Им главное дать совет. Главное подвести фактуры. О, хоть чуток. Ну, хоть чуток. Все лучше, чем ничего. А тут в беседе подключился преподаватель из самого МГУ Татьяна Краснова. Что делать с травлей? Да все просто. Нужно объяснить ребенку, что так не принято, что у нас так не делают. Извини, мол, братан, и самой, ну, раз хотелось бы, как дать под затыльник. Но рука руку держит нельзя, потому что нельзя. Извини еще раз, но и тебе нельзя. Когда приходит кто-то, кто начинает кого-то подтравливать, когда люди говорят, у нас так не принято. Угу. А у нас так не делают. Там и еще парочка подобных советов была. Ну, наподобие того, что в школе должны быть крутые учителя. Так что, как ни крути, а приличная весьма себе кучка советов-то набралась. Смотри, какая кучка. Так, может быть, учителя видят эту проблему как-то иначе? Здесь я вас огорчу. Если мы говорим про медиапространство, то нет, не видят они ее иначе. Если же мы с вами говорим про практику, ну, в данном случае, конечно, мою практику, то некоторые учителя действительно видят и эту проблему, и пути ее решения собственным каким-то способом, совершенно иначе, нежели эксперты. Однако у этих учителей, как правило, нет никаких ресурсов для того, чтобы воплотить в жизнь свои задумки. И поэтому они не получают никаких рецептов собственных, действенных. Однако мы все же с вами говорим про медиапространство, про то, что можно увидеть или услышать. И я предлагаю вам вернуться где-то на год назад на ту же самую передачу в эфире «Эхо Москвы», где выступала директор московской школы Елизавета Черкова, а обсуждалась тема подростковой жестокости. Начала Елизавета Черкова с того, что попыталась убедить нас. Случаев подростковой жестокости на самом деле не стало больше, что само по себе уже показательно, согласитесь. Однако на этом ее мысль не оставила попыток взобраться на эверес здравого смысла, и она продолжила. На самом деле, я, просмотрев огромное количество видеороликов на ютубе с издевательствами, сделала вывод, что большинство из них постановочные, говорит Елизавета. Ну, дети просто таким образом общаются между собой, шутят. Я два года в оборонке. Оттрубил. Идиот. Да, я десантником был. Ты маленький проныра. Ты у меня уже поперек горла стоишь, приятель. Да я просто пожутил. Тут же в разговор вступил ее собеседник, сказав, что да, на самом деле дети просто таким образом общаются, действительно приобщаются к группе, потому что они не умеют по-другому в силу клипового мышления. И далее мысль Черковой должна была бы пойти по логике, по двум направлениям. Либо по одному, либо по другому. Либо она должна была бы сказать, что, если бы была честность, что это катастрофично, клиповое мышление, нужно все менять, и школа сделает все, чтобы это поменять. Ну, потому что в школе и литература, и русский язык, и история, и много чего другого. Или же по-другому. Елизавета должна была бы сказать, что это не так, все нормально со школьниками, их речь очень развита и глубока. И всему заслуга и деятельность школы. Однако мысль Черковой пошла по третьему пути и в очередной раз нас удивила, взобравшись, наконец, на вершину Гималайской горы. А кто сказал, что это плохо? Ну, если вот сейчас это факт такой, изменение мышления, то вот говорить о том, что мы не формируем умение вести там длинные красивые разговоры, а почему? Может быть, нам нужно как раз, используя вот... Формировать точечное мышление. Вообще-то, исследований о том, как пагубно влияет клиповое мышление на сознание человека, масса. А вот высказываний о том, что оно привносит что-то полезное в психику, их крайне мало. И все они весьма неубедительные. Но дело не в этом. И даже не в том, что директор московской школы явно хочет скрыть от нас наличие проблемы подростковой жестокости. В московских школах, по крайней мере. Дело в том, что она не имеет никакой цельной позиции и никакого взгляда на эту тему. Непонятно, для чего она вообще пришла на эту передачу. Ничего внятного и конкретного по вопросу она сказать не может. Ровно точно так же, как и эксперты, которых мы обсудили уже. И в связи с этим ее высказывания порой даже противоречат одно другому. Например, сначала она говорит, что случаев подростковой жестокости не стало больше. При этом она готова идти под камни, хотя и шутя. Мол, Сократ мне друг, но истинно дороже. Ну вот за мою практику 15-летнего директора я абсолютно точно могу утверждать, что случаев подростковой вот такой жестокости я не вижу, что их стало больше. Можете меня там кидать камнями. А чуть позже утверждает, что подростковая жестокость берется не из вакуума, а из нашего с вами общества, в котором агрессивность постоянно растет. И с этим мы в общем-то согласны. Но позвольте хочется спросить, если подростковая, детская жестокость зависит от уровня агрессивности в нашем обществе, который постоянно растет, то как может не расти детская жестокость? Подростки, надо сказать о том, что они же не в каком-то изоляции от всего общества живут, растут и воспитываются. Они часть нашей окружающей действительности и нашему социуму. Соответственно, опять же, здесь нужно говорить о возрастающем, может быть, накале, агрессивности. Но справедливости ради нужно сказать, что очень скоро Елизавета Константиновна взяла обратно все свои глупые слова. Произошло это на закрытом селекторном совещании Департамента образования города Москвы, который слушают директора московских школ и их заместители. Естественно, что произошло это после приватной беседы с Исаком Калиной, который всю полноту власти держит в своих потных руках и является самодуром и тираном, по-русски говоря. И затыкает он учительство и директорство не только в тех случаях, когда оно несет глупости. Он затыкает всегда наших специалистов, не позволяя им сказать ничего, что расходится с линией партии. А если вдруг ты будешь высказывать свое мнение, то тебя уволят и поставят галочку в информационной системе. Проф непригоден и ни один из директоров не посмеет взять тебя на работу с этой галочкой. Во-первых, я не являюсь экспертом в области подростковой психологии. И в связи с этим своим выступлением невольно поставила под сомнение профессионализм других своих коллег. Во-вторых, я не оценила возможные риски, ни с кем не согласовала свои действия и тем самым явно переоценила свои возможности. И сегодня я хочу публично принести свои извинения всем директорам, руководству Департамента образования, вам, Исатур Иосифович. Я осознала свою ошибку и надеюсь, что мне будет предоставлен шанс исправить ее в ходе моей дальнейшей работы. А есть ли еще педагоги, которые могут высказываться на эту тему? Их очень мало, но они есть. И вот основной из них. Евгений Ямбург. Заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, член-корреспондент РАО, автор своей воспитательной системы и многое-многое другое, а главное, человек волшебным образом высасывающий из бюджета огромные суммы на образование. Кстати, это один из основных деятелей, которые продвигают инклюзию, что для любого учителя практика является той еще характеристикой. Ямбург не боится колены, поскольку они примерно в одинаковой весовой категории и может говорить все совершенно открыто. При этом в вопросах школьной травли ему все совершенно ясно. Ну, все же совершенно понятно. Когда действительно, ну, это примитивно, дети заняты, а, не просто делом, любимым делом, и там уже есть отбор, естественный отбор. Там собрались те люди, которые любят литературу. Или собрались те, извините, это мотивация у нас называется. У примитивных педагогов, докторов наук, это называется мотивация. В таком тоне, занимаясь прямым или косвенным самолюбованием, хотя мы обязаны признать, что Евгений Александрович является блистательным оратором и очень грамотным, начитанным человеком. Он проводит, в общем-то, всю встречу. И, слушая его, у вас создается впечатление, что там действительно компетентность, и она действительно там есть. Вот только после его выступления вы останетесь у разбитого корыта. Вроде умного человека послушал, но ничего для себя не вынес. На мой взгляд, Ямбурга либо данная проблема всерьез не интересовала, либо он не хочет делиться своими соображениями. А может быть на тему школьной травли что-то скажет министр образования Москвы Исаак Калина? И у нас есть уникальная возможность послушать его самого. Происходит это как раз после того, как выступила Елизавета Константиновна, извиняясь за свои слова на передаче «Эхо Москвы». Тема наиважнейшая, но есть большая проблема. Эта тема и некоторые другие. Там, к сожалению, слов, которые могут нанести вред, гораздо больше, чем слов, которые могут принести пользу. И поэтому нужно быть в самом деле суперэкспертом для того, чтобы не ошибиться в выборе этих слов. И когда поняли, что вас воспринимают внутри системы как экспертов, тогда, конечно же, с удовольствием будем вас слушать как нашего представителя, как представителя нашей корпорации, руководителя московского образования уже и на публичных мероприятиях. Как видите, и здесь нас ничего путевого не ждало. Нет, тут очень много чего есть. От древней Спарты до желания создать корпоративные фильтры для особо разговорчивых. А вот желание поговорить на вопросы детской травли как-то не наблюдается. Поэтому, коллеги, выходя на СМИ, мы, знаете, так хочется вспомнить, как там в древней Спарте было, если спартанец шел на переговоры, его спрашивали, а вы кого представляете, себя или Спарту? И там был традиционный ответ. Если переговоры будут удачными, то я представлял Спарту. Если неудачными, то я представлял лично себя. Коллеги, а у нас с вами не получится представлять лично себя. Вот мы добрались до родителей. И начнем мы с того, что я прочитаю вам небольшой рассказ мамы, которая живет в Барнауле и сын которой попал в беду. Называется он «12 ноября мой 14-летний сын пришел из школы». 12 ноября мой 14-летний сын пришел из школы с подбитым глазом и рваной раной ниже века. В него кинули кусок льда. В очередной раз он один отбивался от компании, которая целенаправленно преследовала его с начала учебного года и, попросту говоря, травила. Первый звонок прозвенел, когда в сентябре он вернулся домой с занятий в свежекупленной красивой куртке, весь как орденами, увешанной омерзительными мужицкими харчками и с отпечатком грязного ботинка на спине. На мой вопрос «что случилось?» последовал ответ. «Да это малолетки дурью маются. Сам разберусь, мам». Парень у меня высокий, крупный. В анамнезе 3 года футбола и 7 лет в Киукушинкай. Конечно же, разберется, тем более с мелкотой. Дальше больше. Стал регулярно приходить в грязной одежде, видно, что после боев, но физически целый. На все мои попытки пойти и разогнать эту котлу был один ответ. Не лезь, я разберусь сам. Мне будет стыдно, если мама пойдет защищать меня от шестиклассников. Трижды за прошлую неделю я приходила в школу в надежде встретить эту шайку, но тщетно. После того, как сын попросил меня купить ему кастет, чтобы он мог спокойно ходить в школу, я поняла, что нужно всю эту историю с малолетками решать уже в правовом поле, пока не произошло страшное. Беседу с сыном провела, поход к директору был запланирован на вторник. А в понедельник мой сын пришел побитый. С травмой глаза мы обратились в травмпункт. Побои были сняты и зафиксированы. Сигнал о том, что в учебное время на территории школы пострадал подросток, поступил в милицию. А на следующее утро администрация школы была извещена об этом. Были просмотрены видеозаписи, которые зафиксировали весь инцидент от начала до конца. Видно, как толпа подростков забрасывает его кусками льда, как он получил травму и как с окровавленным лицом возвращается в школу. На вопрос классного руководителя «что это?» ответ «я поскользнулся и упал». Виновники вместе с родителями были вызваны в школу. Меня никто не приглашал и не приносил извинений ни от лица школы, которой я доверяю своего ребенка на 6-7 часов ежедневно, ни от лица виновных в травме сына. Я сама звонила классному руководителю и объясняла всю ситуацию. После опроса родителей и участников инцидента выяснилось, что все фигуранты, равно как и их законные представители, замечательные и прекрасные люди, а дети просто играли в снежки. Так бывает. Параллельно со школой, которой, конечно же, нужно сейчас спасать свою репутацию, а при чем тут права ребенка, когда на кону стоят корпоративные интересы, я провела свое собственное материнское расследование, обзвонив одноклассников Ильи. И выяснилось, что мой сын все эти месяцы жил как на войне. Всю эту историю, а происходила она в стенах школы и за ее пределами, в режиме реального времени наблюдали и дети, и педагоги. Двое семиклассников и шестиклассники выбрали его своей жертвой практически ежедневно, темным вечером, а Илья учится во вторую смену и возвращается затемно уже в восьмом часу вечера, караулили его за воротами школы. Нападали и били всегда со спины, тут же разбегаясь в рассыпную, унижали, поливали нецензурной бранью, оплевывали. Да, дети из адекватных семей, прошу об этом не забывать, этот факт нам скоро пригодится. Немало важно то, что эта компания учится в первую смену, и им было не лень постоянно выходить на охоту по вечерам, когда большинство вечно занятых детей либо учат уроки, либо занимается в секциях и с репетиторами. Ну да, я забыла, что в хороших семьях так оно обычно и бывает. Все, что я узнала, я описала в своем письме директору школы, где посмела допустить вот такую формулировку, из-за которой разгорелся весь сыр-бор. Илья находится на грани нервного срыва. Все это время он живет, как на войне, постоянно ожидая нападения и очередных унижений. Долгое время он просил меня не вмешиваться, мол, разберется сам. У самого не получилось. И очень жаль, что, находясь в постоянном контакте с детьми, разобраться с этой ситуацией не получилось ни у администрации школы, ни у педагогов. При личной встрече с директором, заучем и классным руководителем, где я узнала много интересного о себе и сыне, у меня никто не поинтересовался, как чувствует себя Илья. Никто и не подумал просто извиниться перед нами. С места в карьер меня начали отчитывать, как школьницу, которая провинилась перед всеми в том, что ее сын стал жертвой толпы, которая не днюет и не ночует в школе. Я от всей души желаю силы и мудрости парню и его маме в их дальнейшей борьбе, но никак комментировать эту историю не буду, потому что в контексте нашего разговора она интересна как пример своей резонансностью и актуальностью. Вокруг нее собралось огромное количество комментариев от самых обычных людей. Прочитав всю большую массу этих комментариев, я условно разделил их на несколько групп и выделил самые показательные комментарии. И как вы думаете, какой же комментарий, какой же совет пользуется наибольшей популярностью? Ну, конечно же, это совет писать во все инстанции. Или, как говорили наши о просвещенной великой мудростью богов эксперты, придавать травлю гласности. В том числе вот и педагоги рекомендуют писать во все инстанции. Им противоречат другие, заверяя, что силой ничего не докажешь, и нужно поговорить с зачинщиками травли, выяснить, какие у них претензии. Уверяют, что в таких разговорах лидеры лопаются, как мыльные пузыри. Но тут же в беседу вступают люди, имеющие негативный опыт написания жалоб и разговоров. Говорят, что после этого травля становится более изощренной, и к ней присоединяются сами учителя и администрация, стремясь выдавить из школы того, кто является источником проблемы. Совершенно иной подход у советующих решать проблемы силой. Они пишут примерно следующее. Один раз наняла подростка, состоящего на учете в ПНД. Ему нечего предъявить, потому как болен. Тот сбитый просто избил всех нападающих, выловив поодиночке, без суда и следствия. А вот немного другой оттенок данной позиции. Ваше вмешательство лишь усугубит ситуацию. Сыну необходимо перестать бояться и нападать на обидчиков по одному. А родители в этой ситуации вмешиваться не должны, иначе из ребенка вырастет теленок без мужского характера. Ты хоть раз в жизни кому-нибудь дал сдачи? Дал, дал. И куда ты его бил? Везде я его бил. Ты понимаешь, что вот так это кончиться не должно? Ты должен избить лидера этого стада, чтобы он... Ты понял? Ты знаешь, где расположен треугольник? Да, вот он. Тогда бей! Самые радикальные даже советуют повторить керченского стрелка. Вообще, этот комментарий очень наглядно демонстрирует всю трагедию и хаос нашей жизни. Он показывает, как перекрасились общественные ценности, как мутировали и деградировали культурные нормы. Тут уж не то, что сумасшедший дом Облонских отдыхает, или лермонтовские люди-кони нервно курят в сторонке. Тут в пору вспоминать некоторую инфернальную эклектику Босха. Но обо всем об этом мы поговорим в следующий раз. А сейчас мы возвращаемся к комментариям, в которых с наиболее радикальными представителями силового решения проблемы спорят многие другие люди. Ульяна. Как мать, прошедшая через подобное, советую срочно забрать сына из школы, найти психологически комфортную школу, для младшего сына такой оказалась самая обычная, непрестижная районная школа. А старший в свое время попал под травлю зауча, ну а весь коллектив не мог пойти против нее, хотя о моем мальчике были только прекрасные отзывы. Я не могла подумать, что взрослые люди могут травить подростка. Могут, а он долго молчал, думал справиться. Не справился, сейчас ему 20. Он не доверяет никому, из общительного, обаятельного мальчика стал колючим ежиком, ожесточился. Не тратьте время на борьбу, хватайте детеныша в охапку, подальше, подальше от этих педагогов. Ну или другой вариант, переводить ребенка на домашнее обучение. Таких советов тоже много. Вообще все эти советы схожи по некоторым критериям. Например, большинство из этих советчиков вообще никакого опыта собственного решения данных проблем не имеют и лишь предполагают правильный образ действия. Те же из них, которые данный опыт имеют и якобы решали эту проблему, вовсе ничего не говорят о том, как живется их детям после. Или говорят, что жить стало только хуже, а из школы пришлось убегать. Некоторым особняком стоят те, кто спрятал ребенка от данного бедствия на домашнем или семейном обучении. Но и они понимают, что это является всего лишь полумерой, а никакой полноценной социализации их ребенок не пройдет. Своей целью я ставил демонстрацию бессилия системы перед проблемой травли. Под системой я имею в виду экспертов, родителей и, в первую очередь, учителей-педагогов. Как говорила моя замечательная учительница по физике в 10 классе, верная постановка условия задач уже есть половина ее решения. Наша же самая большая и главная проблема в том, что современная система образования не хочет и не может вставить верные условия задач. Вы смотрели канал Раковое образование. До свидания.